Доллар остается на шестинедельном пике благодаря сильным макроэкономическим данным и ожиданиям более ястребиной позиции американского Центробанка. Среди инвесторов растет уверенность в том, что ФРС в ходе своего следующего заседания вполне может принять решение о подъеме ставки на 50 базисных пунктов. Последняя статистика указывает на все еще повышенное инфляционное давление и устойчивый рынок труда в США, что подтверждает необходимость дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. О том, какие еще публикации ждут на рынках и как они смогут изменить настроение трейдеров к основным валютам, об этом поговорим далее. О том, как меняется инфляционное давление в еврозоне, станет известно в четверг в финальном расчете индекса потребительских цен. Согласно предварительной оценке, темп инфляции за январь замедлился с 9,2% до 8,5% годовых. Стоит отметить, что в этих данных не была учтена динамика цен в Германии из-за технических проблем с обработкой данных. Поэтому вполне возможно, что финальные расчеты будут отличаться от первоначальных, поскольку в Германии все же был отмечен рост цен на энергоносители после того, как в конце 2022 года истек срок действия единовременной государственной субсидии на счета за электроэнергию. Таким образом, инфляция в Германии вновь на максимуме. Если показатель по инфляции для зоны евро будет выше ожидаемых 8,5%, то евро может оказаться объектом покупок в ожидании решительных действий Европейского центрального банка в борьбе с высокими ценами. Но, если же фактическое значение инфляции подтвердит прогноз, то ждем обратной динамики – ослабления позиций евро. В части оценки перспектив американской валюты в четверг 23 февраля смотрим на информацию относительно числа первичных заявок на пособие по безработице. Вновь аналитики ставят прогноз на прирост в 200 тыс. заявок. Предыдущие значения никак не дотягивали до ключевой отметки в 200 тыс., колебаясь у 9-месячного минимума. И это свидетельствует о крайне напряженном рынке труда, который вынуждает работодателей повышать заработные платы для привлечения или удержания персонала. А это уже в свою очередь ведет к очередному витку роста инфляции, усиливая необходимость поднимать ставку ФРС более широким шагом. Посмотрим, меняется ли тенденция на рынке труда в данных за неделю до 18 февраля. Инвесторы также уделяют особое внимание данным по инфляции в Японии. Тут прогнозируется обновление 30-летнего максимума. Темп роста потребительских цен не замедляется из-за роста цен на импорт сырья и слабой иены, которые не пользуются спросом из-за мягкой политики Банка Японии. Несмотря на ускорение инфляции, управляющий Банк Японии воздерживается от подъема ставки. Конечно же, на разнице политики центробанков трейдеры предпочитают все же доллар иене. Особенно интересным для трейдеров станет пятничное выступление Кадзу Уэда, который заменит Харухиго Курода на посту главы Банка Японии. Ранее мистер Уэда высказывал свою перерверженность прежней политике японского центробанка. А значит, скорее всего, он будет продолжать удерживать ставку на уровне минус 0,1%, что вновь усилит давление на позиции иены. А под занавес торговой пятидневки ждем публикации важных новостей в отчете об изменении объема потребительских расходов в Соединенных Штатах после сокращения в декабре на 0,2%. В январе ждут восстановление потребительской активности в виде увеличения расходов на 1,3%. В очередной раз напомним, что порядка двух третий всего ВВП США формируется именно за счет потребительских расходов, поэтому этот показатель вполне может охарактеризовать экономические перспективы и вызывает особый интерес при регулярных напоминаниях об угрозах рецессии. Сильные данные вполне обнадежат трейдеров и вернут на рынок аппетит к риску, в результате чего рисковые активы могут нарастить позиции.